Что нужно сделать в первую очередь, чтобы качество медицинского обслуживания стало лучше? План ближайших мероприятий озвучил руководитель профильного департамента на заседании правительства. Чем больше всего недовольны граждане, с того и было решено начать. Пункт первый – создание единой диспетчерской службы вызова скорой помощи. Дело в том, что в некоторых муниципалитетах звонки принимают сами фельдшеры. И если они находятся на вызове, где нет сигнала сотовой связи, вызвать скорую попросту невозможно. Единая диспетчерская служба позволит управлять всей сетью и ресурсами скорой неотложной помощи. В тестовом режиме система начнет работать с октября. Так, при поступлении вызова из любой точки региона будет происходить определение, ближайшее к конкретному адресу бригады, которая в результате отправится на вызов, вне зависимости от административно-территориального деления и привязки к учреждению. Также создание единой диспетчерской службы предполагает включение в ее структуру подразделений, которые будут обеспечивать сопровождение вызова такими услугами, как оповещение назначения бригады и времени ее места прибытия, маршрутизация при требующейся госпитализации, дистанционная врачебная поддержка фельдшеров. Все эти меры направлены на то, чтобы с первой минуты обращения за скорой помощью человек не чувствовал себя брошенным. Второй раздел плана по улучшению медобслуживания посвящен организации работы учреждений. В этом году начался перевод поликлиник в формат бережливости. По итогу ожидание в регистратуре и у кабинета врача должно сократиться в 3-4 раза. Суть бережливой поликлиники – взбережение ресурсов, времени, а главное – нервов всех участников процесса. Сейчас разрабатывается новая логика приема и распределения посетителей. Работы врачей и лаборатории, потоки больных и здоровых пациентов разделяются. Уже к концу 2019 года 25 поликлиник перейдут на работу в новом формате. А к 2022 году все поликлиники региона должны работать по единому стандарту. К работе по изучению клиентского сервиса подключились и члены общественной палаты. По их данным, 94% жалоб пациентов связаны с процессами, происходящими вокруг лечения. И речь не столько о вежливости или грубости медиков, сколько о простом человеческом подходе к пациенту. В качестве примера присутствующим рассказали, как устроен процесс получения химиопрепаратов онкологическими больными. Сначала записываемся и приходим на прием к химиотерапевту в онкодиспансер, чтобы она дала направление на стационар. Дальше кабинет 109, приемный покой, где происходит оформление документов на дневной стационар. Далее кабинет номер 20, где карту дооформят. Потом уже идем к химиотерапевту дневного стационара, где нужно получить сестринский лист с назначением. Дальше идем на четвертый этаж с полученным сестринским листом, чтобы забрать свой пузырек. И потом уже на капельницу на второй этаж. Если ходить будешь не спеша, то у кое-как стационарного отделения, где ставят капельницу, образуется очередь на пару часов. А потом еще нужно под капельницей пролежать несколько часов. Поэтому маршрут желательно пробежать. Губернатор предложил руководителю профильного ведомства пояснить ситуацию. Что касается онкологического диспансера, то в ближайшее время там будет расширен дневной стационар. Это позволит не гонять людей по кабинетам, а начиная с первого захода оформить всю медицинскую документацию и провести в полном объеме всю необходимую терапию, по сути, в одном помещении. Я думаю, что мы сумеем все строительные работы завершить к первому сентября. До завершения строительных работ поток этих пациентов будет оптимизирован. То есть мы сумеем в кабинете всю документацию оформлять в одном, чтобы не гонять по этажам. Не, не, не так. За ручку. Идите с моей Владимировной и пройдите маршрут пациента. И мне на стол, представьте, вы мне обещали это сделать. Как маршрут будет выглядеть по-другому, без всяких ваших информационных систем и строек. Это человеческий фактор. Что это привычка все. Давайте сделаем что-то глобальное, и это спасет мир. Нет. Мир спасет кропотливая работа с каждой деталью. Вот, пожалуйста, еще раз, идите сами пройдите этим маршрутом и вместе с общественной палатой мне представьте по этому конкретному плану, как вы поправите этим летом. Особенное внимание кадровому обеспечению. Поддержка необходима и действующим сотрудникам, и тем, кто только собирается прийти на работу в учреждение здравоохранения. Вот договорились, что будет у нас такой пробный пока шар. Это компенсация первоначального взноса по ипотеке в размере 225 тысяч рублей. Что будут подъемные, 100 тысяч рублей. Дополнительно, мы когда обсуждали наведение порядка с первоочередной неотложной помощью, вывелась нехватка транспорта не именно скорых помощи, а таких, скажем так, внедорожников простых, типа Нива, для фельдшеров. Вот 30 таких автомобилей будет закуплено для нужд здравоохранения. Некоторые элементы представленного плана уже отражены в поправках в бюджет, которые правительство внесло в Думу. В документе также есть раздел, посвященный информатизации и популяризации здорового образа жизни.